Пора в гондолы. После незаконной врезки в трубу с холодной водой улица Орджоникидзе в Ярославле больше напоминает итальянскую провинцию. Назад за парты родители ярославских выпускников попробовали сдать единый государственный экзамен. История в настоящее время столица Золотого Кольца принимает научный форум, посвященный Ярославу Мудрому среди участников сотрудников городского телеканала. И чемпион плюсом Ярославная Надежда Облакова победила на конкурсе по парикмахерскому искусству. Кроме того, она стала лауреатом Европы. Пришло время информационной службы городского телеканала в студии Илья Барабанов. Здравствуйте. Расскажу о главном Ярославле к этой минуте. Итак, хотели незаконно подключиться. В результате затопили улицу. Такую картину сегодня наблюдали ярославцы на Орджоникидзе. Виновник – частное лицо. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, была попытка несанкционированной врезки в сети холодного водоснабжения. Диаметр трубы 300 мм. Что-то пошло не так. И вот итог. Горожане шутят. Пора пересаживаться на лодке. А коммунальщикам далеко не до смеха. Одним специалистам пришлось откачивать воду, другим перекрывать. Ремонт за свой счет теперь придется делать нарушителю. Также в мэрии сообщили, отключение в домах удалось избежать. Дорогу на Папанино отремонтируют весной. Сегодня с жителями улицы встретился мэр Ярославля Владимир Волков. Горожане обратили внимание на проблему с помощью социальных сетей. Алена Стецук подробнее. Ездим каждый день, утром и вечером. То есть иногда лишний раз даже домой не ездим, потому что машину жалко. Мнение автомобилистов о дороге разделяют и пешеходы. Магистраль ведет за черту города. По мнению жителей улицы Папанино, в такое состояние проезжую часть привели большегрузы, которые постоянно ездят здесь из-за строек неподалеку. Любой застройщик, который примыкает и выезжает на нашу территорию, должен отключаться, получать согласование технических условий. Сиюминутные меры, пояснили городские власти, принимать нецелесообразно. Если завтра мы выходим с Ямочной, то это полумера на месяц на два через месяц. Мое предложение, надо дождаться, когда оттает, во-первых. Во-вторых, делать кирковку и перевести ту дорогу в щебеночное покрытие пока. Далее разрабатывать проекты, делать нижний и верхний слой. Волнуют местных жителей не только дорога на Папанино, но и расположенный рядом школьный проезд. Там, по их словам, огромная яма возле образовательных учреждений. Сшибли ребенка. Нам бы полицейские перегородки положить, потому что в ГАИ... Весна ве присутствует также депутат. Депутат проконтролирует полицейские, не искусственные неровности, давайте положим также в мае месяце. Таким образом, этот микрорайон весной ожидает небольшое, но долгожданное дорожное обновление. Алена Стецук, Михаил Орлов, Новости города. Снег и минусовые температуры не помеха. В Ярославле на закрытом участке дороги по Тутаевскому шоссе приступили к новому этапу ремонта. За что взялась подрядная организация и как прошла проверка главная? Борис Ворагдова знает ответы. Дорожники приступили к финальной части работ по укладке щебня и гидроизоляции труб. На данный момент установились погодные условия, благоприятные для данного вида работ, то есть минусовые. До 8 марта, я думаю, мы эти работы завершим. В связи с этим проверку проводят представители мэрии. Жители района постоянно интересуются ходом работ, ведь добираться приходится объездными путями. Люди с нашей фабрики, Красный перевал, очень многие ходят пешком. И, как всегда, здесь дороги не бывает. По шоссейке не пройдешь, а люди идут вот так, все по грязи. Заказчик агентства по муниципальному заказу ежедневно проверяет качество материалов. Каждый слой контролирует лаборатория. Щебень мы отбираем в нашу центральную лабораторию заказчика, проверяем его физико-механические показатели. Это основные такие зерновой состав, его прочность, его чистота. Значит, если нет никаких замечаний, нареканий, соответственно, даем разрешение на укладку данного щебня в основание. Проверили как раз выполнение работ по газификации, по замене инженерных коммуникаций и именно газового оборудования. Подрядчикам было получено положительное заключение, то есть на сегодняшний день приступают уже к работам по гидроизоляции, устройству футляра и будут уже дальше производить обратную засыпку данной раскопки. Согласно графику, дорогу для автомобиля откроют 15 мая. Полностью работу по строительству и благоустройству планируют завершить до 1 октября 2020 года. Марина Смарагдова, Валерия Сарамятникова, Владимир Чернов. Новости города. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства начал оформление компенсации по 10 домам в Новом Ярославле. Об этом сегодня сообщил официальный сайт Белого дома. За два месяца выплаты получат почти 300 человек. Дома строились в Ярославском районе компанией Roof Style Construction. В начале 2017 года работы приостановили, объекты признали проблемными, на гендиректора возбудили уголовное дело. Благодаря сотрудничеству фонда и правительству региона принято решение о выплате возмещения дольщикам. Цена квадратного метра определяется независимым оценщиком. Размер рассчитан индивидуально для каждого по текущей рыночной стоимости квадрата, а не меньше уплаченной суммы. Какие-либо сборы за работу по выплатам не взимаются. Обычно в день экзамена они дома или на работе, но все равно волнуются за своих детей. Сегодня же сами сели за парты. В Ярославле прошел пробный ЕГЭ для родителей выпускников. Ребятам предстоит пройти процедуру в мае. Ну а пока 20 взрослых вместо русского языка, как было раньше, сдавали историю. Предмет выбран по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной. Пункт проведения. 36-я школа. Наш корреспондент Диана Милорадова отправилась туда, но и узнала. Так ли страшен ЕГЭ? Родители 11-классников нервно жимают в руках паспорта и гелевые ручки. Перед экзаменом они волнуются даже больше, чем сами выпускники. Ведь школьники перед итоговой аттестацией пишут несколько проверочных работ. А для большинства взрослых ЕГЭ пройдет впервые. Пришли, кстати, не только родители. Сестра сдает у меня английский историю, довольно-таки сложный предмет. Поэтому хочется поддержать ребенка и своим примером пройти через это, через то же самое, что придется и проходить ей. Процедура такая же, как на настоящем ЕГЭ. Перед входом обязательно проверка металлоискателем. С собой родителям, как и выпускникам, можно принести только паспорт и ручки. Далее папа и мама рассаживают по кабинетам. У каждого из них свой вариант задания. За всеми следят наблюдатели, чтобы никто не списывал. Родителям интересно, потому что они часто удивляются, что какие нужно пройти процедуры, когда это просто слышишь, это одно. Когда это конкретно сам пробуешь, это совсем по-другому. Как на настоящем ЕГЭ, после начала печати задания аудитории закрывают. Посторонние туда попасть не могут. Однако, в отличие от реального ЕГЭ по истории, родители пишут сокращенный вариант. Вместо 3 часов 55 минут на выполнение отводится полчаса. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ для родителей» проходит четвертый год. Раньше взрослые сдавали русский. Однако, в этот раз, в связи с юбилеем Великой Победы, они проверили знания по истории. Это предложение федерального уровня. И вообще, инициатива проведения единого дня сдачи ЕГЭ родителями – это инициатива Рособранадзора. Поэтому кимы, которые сегодня представлены родителям для написания, они тоже подготовлены, как и на настоящем экзамене, на федеральном уровне. На ЕГЭ родители отвечали на 11 вопросов, используя лишь свои знания. Задания касались широкого круга исторических событий. Вопросы достаточно сложные. Дети, я надеюсь, что они умнее нас, как мы раньше учились, и больше знаний у них. И все у них получится, и они ответят на отлично. После проверки результаты экзамена придут родителям на электронную почту через пару недель. В случае провала можно пересдать. Однако, опыт педагогов подсказывает, что с заданиями справляются большинство. Диана Милорадова, Максим Сушанов, Новости города. Сотрудники крупного заволжского предприятия задали вопросы мэру Владимиру Волкову. Там, где начальник побывал сегодня с рабочим визитом. Встреча началась в собрании, где глава Ярославля рассказал о планах. Сотрудники спросили о проблемах района, к примеру, об освещении за Волку, капитальном ремонте домов, обновлении дорог и многом-многом другом. В конце визита в Волкову провели экскурсию по предприятию. Оно производит вибрационные машины для строительства, нефтяной и химической промышленности. Здесь работает больше 400 человек. Есть определенная проблема на данном предприятии. И ряд собственников, которые находятся на этой территории, связанные с коммуникациями. Мы обязательно подключимся, соберем все заинтересованные стороны и найдем решение. Поэтому все вопросы записали и дальше будем двигаться по их решениям. В областном центре в 11 раз собрались историки, чтобы с научной точки зрения говорить о князе, основателе нашего города. Международная конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия» собрала представителей многих российских городов. В ученом форуме приняли участие и сотрудники городского телеканала «Что приятно». Причем не в первый раз Нина Колтина об истории в настоящем времени. В этом году конференция поменяла формат. Площадками стали не только Ярославля, но и белорусский Полоцк. Полоцк – это родина матери Ярослава Мудрого. Там много свидетельств о ее жизни, о предыстории, как же появился Ярослав Мудрый на свет, семейные истории. Нам очень хотелось узнать об этом. Гранд фонда «Русский мир» и участие мэрии Ярославля смогли финансово поддержать диалог двух стран – России и Белоруссии. В этом году конференция проходит в рамках мероприятий, посвященных тысячу десятилетия Ярославля. Будем рады видеть вас на праздновании юбилея, который у нас состоится в сентябре. Главная миссия конференции – консолидация самых разных специалистов по археологии, этнографии, филологии и истории. Если мы, гуманитарии, да не только гуманитарии, руководство города, я думаю, что здесь очень заинтересовано в этом, не будем транслировать, передавать, привлекать, как говорил Умберто Эко, нашу молодежь, студентов, я говорю, они, говорю, к нашей вот этой общей памяти не будем рассказывать об этом. Ну тогда мы попадем просто-напросто. Думается, слова, посеянные сегодня упали на подготовленную почву. В зале было немало студентов. Это замечательная конференция, потому что она объединяет научные и творческие силы из разных городов страны и посвящена замечательному городу Ярославлю. Из года в год расширяется представительство научных сил, обсуждаемые темы, но в первый день конференции главные – доклады о князе Ярославе и его времени. И все время переход от изучения истории к ее популяризации, представлению в различных форматах, как традиционных, книжных, так и во всевозможных, видео, виртуальных. С первых шагов конференции городской телеканал следит за успехами научного форума и принимает в нем самое активное участие. В прошлом году мы, например, вступали с докладом о доме с биографией. У нас есть такая программа – это опыт телевизионного краеведения. Ну а в этом году уже международный уровень – это проект «Голландская крепость» в Ростове-Великому. Эстафету Ярославля Полоцк примет 5 марта, в день рождения Ярослава Мудрого. По итогам будет издан сборник докладов. Нина Колцина, Марина Смарагдова, Игорь Мосин. Новости города. 22 апреля у ярославцев будет выходной, как, собственно, и у других жителей России. Президент Владимир Путин поддержал предложение провести голосование по поправкам в Конституцию именно в этот день. Также сообщается, что внеочередной выходной должен быть оплачиваемым. 10 марта Госдума планирует рассмотреть пакет поправок, во втором чтении, а вскоре после этого в третьем окончательном. Позже за поправки в Конституцию возьмется Совет Федерации. Блины им нельзя, но в праздник другие угощения. В честь масленицы в Ярославском зоопарке публично, как звучит там, покормили животных. Подробности через секунды. Масленичную неделю и животным нужно устроить праздник. В Ярославском зоопарке придумали необычную программу. Здесь решили публично покормить обитателей. Эта часть их жизни обычно закрыта от посторонних, хотя всегда вызывает интерес посетителей. Лайнер пустыни, верблюд нежно берет с ладони хлеб. Суфарики – небольшая часть рациона экзотического животного. Безусловно, фото на память. Подходить к зебрам, напротив, не рекомендуется. Животные непредсказуемые и резвые едят в вольере, но за ними можно наблюдать из-за сетки. Тоже неплохо, знаете ли. К привычному сему не только в праздничные дни добавляют вкусняшки, резаные яблоки, картофель и морковь. Людям интересно посмотреть более подробно, так как в основном кормление утреннее происходит до посетителей, а вечернее в основном идут в помещении. Поспешите на выборы. Речь о тех, что сейчас идут в официальной группе городского телеканала ВКонтакте. Ярославцы голосуют за кандидата к названию сударыня Масленица. В финал вышли трое. Дарья Стрелец, Анна Орлова, Аина Пономарева. Борьба нешуточная. Проголосовала больше 8 тысяч о своих фаворитах. Ну, в данном случае фаворитках, конечно. Пишут и в комментариях. Их несколько сотен. Посмотрите видеовизитки и сделайте свой правильный выбор. Победительница возглавит праздничные гуляния на Советской площади уже в этом воскресенье. Обошла пять сотен конкуренток из разных городов и стран. Ярославная Надежда, Облакова, чемпион России и лауреат первенства Европы по парикмахерскому искусству. Соревнования прошли в Екатеринбурге. Диана Милорадова встретилась с победительницей и узнала секрет успеха. Эта модель словно из другого мира. Корсет, металлическая юбка, утонченные кудри с игривой шляпкой на голове. На создание образа в стиле стимпанк ушла вся ночь, говорит Надежда Облакова. Старания оправдались. Работа принесла второе место на чемпионате Европы. Принять участие в конкурсе парикмахерского искусства Ярославна решила после знакомства с президентом Федерации СМС «Россия». Он предложил мне поучаствовать впервые в прошлом году на чемпионате России. Я заняла второе и четвертое место. После этого у меня был стимул обучаться, совершенствоваться. Не зря мне дались мои труды, обучение всевозможные, многочисленные в разных городах и странах. Другая работа – салонная стрижка с цветным окрашиванием принесла Надежде победу на чемпионате России. Действовать ножницами пришлось быстро. На создание прически отводилось всего 40 минут. Ярославна – единственная участница из областной столицы. На родине кулаки за нее держали близкие и коллеги. Мы всем коллективом переживали очень, но до конца были уверены, что первое место Надежде обеспечено. Она у нас умница. Своим салоном красоты Надежда руководит 10 лет. Хотя по первому образованию медик, говорит, душа желала творить красоту. 17 лет назад я решила себя попробовать в парикмахерском искусстве, так как дома стригла всех сама. Думаю, надо пойти поучиться. Я пошла учиться. После обучения я с отличием закончила. И мне предложили сразу хорошую работу. Успех на крупных соревнованиях – повод завоевывать новые высоты, говорит Надежда. В следующем году она планирует участвовать в чемпионате мира по парикмахерскому искусству. Соревнование пройдет в Санкт-Петербурге. Диана Милорадова, Максим Сушанов, Новости города. Отделение почты нового формата. Так можно назвать больше 30 пунктов связи, в которых в прошлом году прошел глобальный ремонт. Помещения привели в соответствие с современными требованиями. Многие отделения оборудовали для маломобильных групп. В частности, адаптировали входы. Появились пандусы с поручнями, кнопки вызова персонала. В помещениях установлены тактильные стенды для слабовидящих. Везде заменят мебель. В феврале большой ремонт начнется в отделении на проспекте Ленина, где капитально отремонтируют клиентский зал и производственные помещения. Также обновят фасад. Произошли глобальные изменения. Почту современно отремонтировали. Стало комфортно приходить сюда. Приятно отправлять корреспонденцию и получать. Отделения ремонтировались по всей области. Было сошлено не менее 33 ремонтов. В том числе мы произвели ремонты в рамках федеральной программы «Доступная среда». В этом году планируем значительно больше. То есть примерно на треть. Чистейший образец классицизма в Ярославле. Как приятно под музыку. Судьба дома на Ильинской, ныне Советской площади, стала темой новой серии документального проекта моей коллеги, журналиста городского телеканала Марины Смарагдовой. История прослеживается с момента основания 1816-го. Кто жил в особняке и каковы его обитатели последнего столетия. Об этом рассказывает программа «Дом с биографией». Она выйдет в эфир в пятницу в 19.50. Весну несут на крыльях птицы. 40 портретов пернатых. Работа Алексея Вихарева. Разместились в читальном зале областной библиотеки. Автор 50 лет дружит с фотоаппаратом. В его копилке 250 тысяч снимков особенно любимые птицы. Они прилетают на его дачный участок как в фотомастерскую прямо. Вихарев соорудил там настоящий театр из естественных декораций. Многие снимки уникальны, поскольку в кадре сразу присутствует несколько видов птиц. Фотограф не использует ретушь и специальные средства, но снимки получаются удивительно яркими и живыми с глубиной заднего плана. Как приманивать крылатых моделей этим секретом мастер поделился с моими коллегами. Конечно, семечки – самое первое дело. На семечки много птиц привлекают. Это птицы зерноядные. А для дятлов – сало, сыр, орехи. Для сольких жёлудей. Такого птичьего театра нет нигде в мире. И тот стиль съёмки, который он предлагает зрителю, он уникален. В следующем году у нас будет большая выставка в Сокольниках, которая будет связана не только с птицами, но ещё и с каллиграфией. «Кадеты вперёд!» – конкурс с таким названием прошёл сегодня в Ярославле. Школьники города проявили себя в военном деле, теории и практике, а также творческие. Алёна Стецук узнала, какие навыки нужны, чтобы победить. Представление команды – первый этап конкурса. Дети пели, танцевали, читали стихи, речёвки, устроили шоу боевых искусств. В общем, всё, чтобы запомниться жюри. После визитки школьники отправлялись по разным станциям. Мы участвуем уже не в первый раз. Я успел поучаствовать на медицинском этапе. Это довольно-таки интересный и познавательный этап, так как в будущем всё это может пригодиться. Как минимум поможет при поступлении. Многие кадеты планируют связать свою жизнь с военным делом. Всего в Ярославле 16 школ с кадетскими классами. Их воспитанники соревновались в прохождении полосы препятствий, сборке, разборке автомата, показывали свои знания о первой помощи и демонстрировали отличную физическую форму. Конкурс прошёл на базе школы номер 40, как и все прошлые годы. Именно этому учебному заведению принадлежит идея. И неспроста. 40-я школа славится историей кадетских классов. Первый такой появился здесь в 93-м году. Первые наши кадеты уже стали взрослыми людьми, и даже их дети учатся у нас в школе. А вот 14 лет назад у нас родилась идея провести конкурс «Кадеты вперёд», который объединил бы кадетов разных школ. Мы обратились в департамент образования, который поддержал нашу идею. У нас очень много кураторов. Это не только силы педагогов, да? Но вот вы сегодня видели и спасателей города Ярославля, также это представители ракетного училища. То есть мы видим в их глазах наших помощников и соратников воспитания наших детей. Победителями конкурса «Кадеты вперёд» стали ученики 14-й школы. Алена Стецук, Максим Сушанов, Новости города. Нападающий ярославского локомотива отличился. Лучшим стал Коваленко. Ярославец Николай Коваленко в символической сборной континентальной хоккейной лиги КХЛ представила состав игроков до 21 года, ставших лучшими по итогам завершающейся регулярки. Наш форвард, продолжающий хоккейный год, провёл, рот, конечно же, провёл в этом чемпионате 53 игры. В матчах Коваленко набрал 21 очко, забросил 10 шайб и отдал 11 передач. 51 номер локомотива делится Артуром Каюмовым звание самого полезного нападающего. Плюс 14 среди железнодорожников. Ярославский самбист второй на первенстве России. Молодые борцы соревновались в Рязани. Серебро Денис Тихонов взял в категории 74 килограмма. Тем самым студент выиграл путёвку на первенство Европы. Оно пройдёт в Болгарии в апреле. Ну и ещё одна приятная новость. Ярославец взял бронзу зимнего чемпионата России по лёгкой атлетике. Илья Мудров в прыжках шестом преодолел планку на высоте 5 метров и 55 сантиметров. Примечательно, что такой результат показали ещё три атлета, так что места распределяли по количеству попыток. В соревнованиях в Москве участвовали ещё два ярославца, но, увы, призовые места они не заняли. В студии работал Илья Барабанов. Спасибо за внимание, хорошего вечера. Не забудьте, пожалуйста, включить телевизор завтра в это же время. Следите за новостями вместе с нами, и пусть будет больше приятных встретимся. Редактор субтитров А.Семкин